Несколько десятков творческих коллективов, в том числе и из-за рубежа, Китая, Индия, Швеция, отправили на фестиваль «Братья на 2020» свои проекты в различных номинациях. На этот раз всего 111 работ. Это немного, что объясняется в том числе нынешней ситуацией в стране и мире. Я в этом году думала ехать, не ехать, ехать, не ехать. Позвонила, думаю, спрошу все-таки. Я здесь. И здесь помогаю, чем могу. Обеспечиваем съемочный процесс, помогаем тонусу. Потому что тонус весь вообще в мыле носится. Телекомпания Сергеев-Пасадского телевидения, организаторы, принимающие сторона. И, конечно же, они от помощи не отказались. Постараемся. Финансовые трудности и организаторов, и самих участников также сыграли немаловажную роль. Телекомпаний, приехавших в Сергеев-Пасад, было значительно меньше. Так, в конкурсе «Репортаж с колес», который считается основным и любимым, он проводится уже во время самого фестиваля, приняли участие всего семь творческих групп. Впервые за последние годы участники не самостоятельно искали темы для репортажей, а получали творческие задания. Это был типа квест. Но было интересно всем. Некоторые телекомпании говорили, действительно, это здорово, это необычно, это неожиданно. Ну, пускай будет. Почему бы и нет? Наша съемочная бригада также приняла участие в конкурсе «Репортаж с колес». Заданием было рассказать о набережной Левонапрудной улице. Около года назад в Сергеевом Посаде на Левонапрудной улице появилась новая прогулочная зона. Местные жители сразу дали ей емкие названия. «Дива загогулина» или «Лестница в никуда». Стоимость также впечатлила многих – 53 миллиона рублей. Отправляясь на редакционное задание на Левонапрудную улицу, мы, естественно, проштудировали интернет и, откровенно говоря, были настроены на скандал. Но, поговорив с местными жителями, мы услышали совершенно полярные мнения. Мне очень нравилось, как было раньше. То есть, все было прекрасно. Я не знаю, зачем нам сделали снова эту лестницу, если и так всех все устраивало. Ну, он не портит интерьер. Точно. Еще бы качели сюда повесили, которые раньше были, а так все красиво. По-моему, да, какой-то колорит такой создает. Интересный тоже для игры. Посмотреть можно с вершины зайти на местность, на округ. Мне кажется, немножко громоздка. Да и бесполезная она. За такие деньги можно было канатку сделать. Какую канатку? А вот через пруд. Я как бы воспринимаю, как житель, скажем так, с историей. Довольно-таки вот этот келарский пруд, он был, ну, более такой, скажем так, органичный. Сейчас я немножко воспринимаю вот это вот сооружение неродное. Побывав в столь интересном месте, мы не могли отказать себе в удовольствие посетить музей игрушек. Но нас ожидало разочарование. Лестница, как оказалось, привела в никуда. И все-таки мы попали в музей игрушки. И среди прочих экспонатов увидели вот этот городок. Забава явно дорогая. Но дети, которые играли в нее, давно уже выросли. И сегодня в их руках другие игрушки, за которые платят граждане Российской Федерации. Татьяна Брылова, Константин Брылов. Телеканал «Видное ТВ». Специально для фестиваля «Братина». Оценку нашему репортажу дал Сергей Бондарев, модератор конкурса. Мастерство не пропьешь. Можете ставить, не ставить – это дело хозяйское. Никто здесь не смог вот так плотно смонтировать. Горожан очень динамично. Чувствуется рука. Да, и как нарезано, и как задавались вопросы, и прочее, и прочее. Естественно, острота. На закрытии фестиваля были подведены итоги большого телемарафона. И по традиции первыми наградили победителей конкурса «Репортаж с колес». Ими стали наши соседи-журналисты из Домодедова. Спасибо огромное, «Братина». Спасибо, что не поддались страхам. И провели, и позволили нам встретиться, и мной прожить эту маленькую, большую жизнь. Награды разбирали, как горячие пирожки, а каждое вручение сопровождалось бурными овациями. И вот финал. Традиционно чаша «Братины», обладателей гран-при, а ими стали серпуховчане, наполнилась шампанским. Правда, на этот раз по понятным причинам не было возможности пить, передавая «Братину» из рук в руки. Каждому наливали в отдельный бокал. Но главное – те эмоции, которые овладевают участниками праздника в эти минуты. Друзья, за «Братину»! Ура! Ура! Ровно через год фестиваль «Братина» отметит четверть вековой юбилей. Его организаторы уверены – ничто не сможет помешать старым друзьям встретиться вновь. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева. Видное ТВ из Сергиева Посада.